Всем привет! Мы едем мимо большого и красивого Тель-Авива. А куда? Это... А, в этом чуть позже. А вот и местечко, куда мы приехали. Это Мошав Кфаршмуэль. Находится в центре страны, около города Рамла. Ну, нас и занесло, да, скажете вы? Сюда нас пригласила подписчица, которая смотрит мой канал. В Шаббат здесь закрываются ворота. Но так как сюда часто въезжают и выезжают люди, то и нам получилось легко сюда проехать. Не то, что верующие Мошав, но просто так, как закрытый, то есть забор. Смотрите, сколько здесь зелени. Подписчица пригласила нас сюда на ферму. На ферму. На секундочку. И мы едем на ферму. Ну и заодно глянем немножко сам Мошав. То, что здесь много-много зелени, это уже, конечно, очень здорово. Ферма называется Рохвим Бэмерхау Патуах Бэ Ам. То есть, как же сказать Рохвим? Ездим на открытом пространстве. Ну, это просто лошадиная ферма, насколько я понимаю. Ну, есть там и другие животные, но лошадиная ферма, которая именно специализируется на лечении детишек, у которых аутизм. Да, и просто другие любые деточки, которым показано по медицинским соображениям катание на лошади, которое успокаивает и делает деткам хорошо. О, кажется, мы приехали. Сейчас будем звонить подписчице, знакомиться и пойдем на ферму. До фермы мы еще не дошли, но щеночек к нам уже прибежал. О, и тут у нас есть вторые руки с Экомхем. Кому что надо, отдают бесплатно. Вот как вам тут. Собачка. Собачка. Да уж, ничего не скажешь. Ну что, пойдем искать девушку-красавицу. Как тут зелено и приятно. Фыр-фыр-фыр. Если они увидят пакет, они точно пакетят. Единственный выходной, когда лошадки не работают. Не возят на себе никого. Конечно, качки им заплюлись. А кто? Дейф. Что лошадки кушают? Лошадки кушают срена, олезь, овощи, они тут от моркови. Лера, будешь лошадок кормить? Это Винстон. Винстон Черчилль приехала в царство козлячьих. Смотрите, какой урожай на козочек. Сейчас уже покормили. Этим занимается Лера. Леруша в клетке с кроликами. Теперь мы нашли ослика. Покормили его хасой. А там еще есть верблюд. Верблюдиха. А там еще есть коровы. Спрятаны. Не видно их отсюда. Так, ты, ослик, не подходи ко мне близко. Вау! А где морские свинки? А, вижу, вижу. Вижу. Что солнышко? Я вот этому вот. А, давай. Помимо кроликов, тут еще мыши бегают. Им тут есть что покушать, и они тут прям пасутся. Вот это да. Эй, Лера, Лера. Мама поймала, а она не удержала. Они такие шустрики. Ну, сейчас я его поймаю. Давай. Лере, тут развлечение на полдня, конечно. Попугайчики красивые. Как белочка. Аккуратно, только это не закреплено. Шиншиллы. Еще шиншилл мы не кормили сегодня. Орешками. Что за орешки? А, просто арахис. Ой, ты прям в камеру. Уже немножко разнакомились с этой фермой. И сейчас нам Аня. Вот она. Она расскажет, что это за ферма, для чего она предназначена, и что Аня делает на этой ферме. Вот мы видим лошадь. Ой, ты прям. Лошадь – это самое сердце нашей фермы. Мы в основном занимаемся верховой ездой, лечебной верховой ездой, спортивной верховой ездой. Дети участвуют в соревнованиях, занимаются конкуром, прыгают. Также у нас есть другие животные мелкие. Кролики, козочки, шиншилки, попугайчики. Детки, которые помлачили, детки, которые боятся еще пока ездить верхом, они могут общаться с другими животными. Ты сказала, что это терапевтическая ферма. Давай так пройдемся, еще немножко покажем. Все наши животные, они как бы терапевты. Да, вот это что? Это конюшня? Это конюшня. Одна из конюшен. У нас их две. Тут они спят. Ага. Лошадки. У каждого есть свой дельничок. Это вот у нас рампа, где садятся верхом на лошадь. Ребенок поднимается, подходит лошадь, садится на лошадку и отсюда начинается урок. Вы работаете с детками, у которых есть, как это называется? Как правильно сказать? Самые разные нюансы психологические. Детки аутисты, детки гиперактивные, детки с синдромом. А с здоровыми детками тоже работаете? Тоже работаем, спортом занимаюсь. Как вас находят эту ферму? Можно найти где угодно в интернете. Вейс знает тоже. А, мы работаем с больничными кастами. То есть многие дети получают направление от врача и через больничную касту рекомендуют им к нам. Вот, пожалуйста. Тут многие лошадки сейчас внутри. А почему? Почему они внутри сегодня? Потому что... Никогда все вместо погуляют, так они гуляют по очереди. Эти уже гуляли утром, сейчас они отдыхают внутри немножко. Плюс на улице жарко, то есть им иногда хочется побыстрее жизни. У каждой лошади есть свое имя, я вижу. Да. И даже история, что это за лошадка, сколько ей лет. Да, это у нас ребята, есть у нас в Nature Wood, которые здесь вместо армии делают два года службу. И вот один мальчик у нас сфотографирует, он каждую лошадку сфотографировал и сделал. Ага. Расскажи, чем ты на ферме занимаешься? Я работаю с собаками. У меня есть моя собака, есть собаки, которые на ферме. И тоже мы работаем с детьми, которые боятся собак, с детьми и тоже с аутистами. Есть у нас дневной центр для взрослых аутистов. Ага. Они каждый день со мной работают с собаками, мы их выгуливаем, мы с ними играем, мы чувствуем, купаем. Здорово. И мушки им придумываем раз. Еще я Аню спрашивала про хозяина, ну кто вообще этим всем управляет, и вот она мне рассказала историю. Поведать. Хозяин живет вот там, вот в этом домике. Это самое начало фермы. Да, это его дом. Самое начало фермы. Да, да, все ферма идет вниз. Начиналось с того, что ничего этого не было. У него была одна кобылка с проблемами позвоночника. Это душ, кстати, потому что там не шли. А, купается в шатуре. Здорово. И был один ослик. С этого он начинал, он делал занятия верховой ездой для детей. Ага. Дальше он попробовал работать с аутистами вместе с профессионалами, психологами и специалистами. Это очень хорошо работает, мы не поняли, и он стал это развивать. Есть очень много проектов для сложных подростков здесь. Ага. То есть есть проекты для людей, у кого посттравма, кто прошел войну, и вот сейчас у нас проекты, они приезжают на целый день, тоже с ними работают психологи. То есть он работает, а с беток не умеет сейчас, и с разными, вот лесная школа у нас в этом году начался проект, и вот посттравма, и семьи, где было жестокое отношение к ребенку у нас был проект. То есть он, вот эта девочка осел, осветит. Ты говорила, что еще есть лесная школа, тоже организовывают для детей, да? То есть учат, как разводить костер, что там, как выяснять, где какие животные. Как строится в лесу, как построить себе укрытие от дождя в лесу, как варить на костре, соответственно, разные блюда, как разжигать огонь. Они очень интересно добывают его из камней, там, церемония. Вау. Так, пойдемте к Лере. Да, я думаю, что детям больших городов Израиля этого очень не хватает, вот такого общения с природой. Я вообще как в другой мир попала. Хотя вроде в небольшом городе. Тут есть еще для детей всякие качели тоже, опять, для здоровых детей. Это открыто для всех. Мы всегда рады, что там при себе были. А, да, это открыто, кстати, для всех. Можно просто прийти сюда на экскурсию в обычный рабочий день, просто погулять, как Лера, погладить кроликов, покормить шиншилл, лошадок, там, есть списки, какую еду можно, какую нельзя приносить для животных. Да, лошадки гуляют. Есть у нас вот такое для детей, они поднимаются на... Леруша, тут можно подниматься и играть. Можно поднять, взять веревку и летать на веревке. О, это даже мне так можно. Да. Сейчас мы это сделаем. Да. А Аня нас снимет. А вот и хозяин едет на тракторе. Это не значит, что просто человек открыл бизнес и ничего не делает. Он в субботу вывозит навоз. Вот вам, израильтяне. Какой молодец. Ой, как здорово. А можно мама тоже детство вспомнит? А ну, классно. О, ведь снизу. Аттракционы начинаются. Маша, подожди там, не кричи только. Так, надеюсь, получится. Удальти. Первый раз. Страшно. А потом начинается кайф. Это здорово. Да. Да. Только ради такого стоит на ферму приехать. Вот и все мило детство. Хотя ты без носа укачаешься, да? Да. С удовольствием. Спасибо. Еще есть учебные комнаты. И даже вон барабаны. Ну, барабан, Леруша. Руками. Это лучший барабан, чем дома? Лере нравится все. Тут барабаны, там лошади. Вообще кайф. А вот доска. А, что тут еще учат на инструк... Как быть инструктором лошади? По верховой езде. Да, по верховой езде. Так есть просто инструктор по верховой езде, а есть инструктор по терпичисту. Ага. Вот так. Тут тоже конным спортом занимаются, да, ты сказала? Да. Верблюдик что-то не успокоится. Вот смотри, две красненькие, оранжевые. Триточки раскрываются. Да, тут еще такой приятный водопадик, который идет от дома хозяина. Приятное местечко. Такое покалерка тут катается. Мы сейчас будем пробовать сыр и мороженое, которое делают тут на ферме. Какое интересное местечко. Тут тоже, наверное, детки занимаются. У них даже вот какие фирменные баночки органическое мороженое. Вот это да. Давай. Это со вкусом халвы. Халва и фисташки. Здорово. Сейчас будем пробовать дегустировать. А сыр это что? Какой-то белый козий сыр? Вау. Козий сыр. Я давно не ела козий сыр. А, это вот это у них... Это где-то и продается еще получается? Они в пятницу привозят такой, как ворюк делают. Но они делают здесь в Мушаве. Поэтому это можно купить и тут это. Ну, а у нас тоже можно купить. Вроде в каких-то супермаркетах продают. А, да. Надо обратить внимание. Это, оказывается, столярное. Они тут делают разные изделия из дерева. Вот даже столики, лавочки тоже делают все эти детки-аутисты. Больше всего Лере понравилось место с кроликами. Мы уже выехали из фермы. Так, Лере так понравилось. Но мне тоже там так тихо. Проблема шабатов, что когда ты выбираешься в какие-то места отдыхать, всегда куча людей. А здесь так тихо, спокойно. Людей нет. Это мы решили просто сделать кружочек. Посмотреть еще, какие тут домики. Ну, обычный частный сектор. Здесь живет 900... Ну, в общем, около 1000 человек проживает в этом Мушаве. И есть несколько ферм с коровами, с лошадками. А вот это такая специфическая ферма именно для проблемных деток. Ну, классное такое местечко, конечно. В Израиле многое делают для таких деток. И это, конечно, очень здорово. И сама задумка именно вот этого хозяина, что дети-аутисты, они должны быть не в закрытом пространстве, а именно на открытой территории. Должны как-то проявляться, чтобы им не запрещалось там многое. И кажется мне, что я куда-то выезжаю в полях. Сейчас буду разворачиваться. Кстати, тут очень много оливковых деревьев. Ну, такая себе обычная израильская деревенька. Наверное, на этом всё. Потому что нас ждёт ещё 90 километров дороги. Ехать нам больше часа. Поэтому всем хорошей недели. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok